Здравствуйте! Смотрите, какая у меня красота эти розы. Хочу сейчас почеренковать и попробовать, чтобы они укоренились. Ой, руки у меня, как всегда, грязные. Смотрите, какая белая роза красивая. Все, уже листья падают. Насколько я понимаю, сейчас самый лучший период черенковать розы. А вот эта роза, боже, какая это красавица. Это вообще... Сейчас буду черенковать и покажу. Я посмотрела видео. Смотрите, какие красавицы. Вот это, ой, это вьющиеся. И посмотрим, правильно советуют, неправильно. Потому что иногда смотришь видео и думаешь, как люди могут обманывать. Ну, надеюсь, что здесь будет нормальный вариант. Ну, решила показать, как я делаю. Так, женщина показывала. Значит, под листочком... Листочек удаляем. Здесь под углом режем. Здесь отрезаем, чтобы оставалось два листочка. И обрезать, чтобы немножко получается вот так черенок такой. Ну, на всякий случай этот оставим. Прорастет, прорастет, это такое дело. И замачивать, замачивать, замачивать. Так, здесь получится только один. Значит, обрезаем красавицы розы и листочки. И оставим здесь три листочка. Или нет, корень мало будет под углом. И воду. Вот такие маленькие. Ну, даст Бог примется. Будем с розами. Надеемся, что приимется, что женщина все правильно показывала. Хочется развести красоту на участке. Главное, чтобы ее потом за ней... Ну, вот так отрежу. И замочить водичку. Осталась у меня еще такая красота. Вьющиеся красные розы очень красиво смотрятся. Ну, таким же способом и красный обрез. Вот, делаем место для розы. У нас, конечно, мы в этом году с землей у нас проблемка нарисовалась. Вон там, суседа напротив. Недостаточно земли. Вот, уже перекапываем целину. Делаем такую тепличку, чтобы туда укоренить розы. Он может в саду сейчас перекапывать. Ну, да. Вот это, видите, вот пипина наша, которую я получала. Ну, я не думаю, что будут плоды в этом году. Ну, по крайней мере, возможно, на следующий год уже будет все нормально. Ну, давай, поливай и будем сейчас... Пусти. Такая мини-тепличка будет для роз. Да, придется и этот кусочек. Наверное, туда дальше тебе убирать этот ящик. Ящик я никуда не буду убирать. Так, тут можно было перекопать. Ну, уже за ящиком перекопать. Да, вот видите как. Я сделаю, наконец, нормальный ящик, я буду в ящик убирать. Вот розочки. Умакиваю. Буду надеяться, что все делаю правильно. Так, ну, где-то вот так, наверное. Будем надеяться, что все правильно. Правильно. Это я вымакиваю в корневин. Хотелось бы, конечно, чтобы все принялось. И следующая партия. Видите, сразу видно, где должен быть коренья. Здесь я уже, конечно, не знаю, где какие. Но это же будет не столь важно. Главное, вот те вьющиеся. Раз муж не хочет ящик этот ликвидировать с этого места. Значит, будем украшать его вьющимися розами. А эти будем так. Для красоты. Ну, если будет удачно. Хорошо. Ну, то на следующий год еще. Попробуем. Главное запомнить, что вот там вьющиеся. Вот этот первый ряд. А это уже эти белые и те красивые такие. Кто-то делал так, как у вас получилось? Правильно я делаю или нет? Ой, надеюсь, что правильно. Ну, а неправильно тоже в этом трагедии никакой не вижу. Вот так. Ну, все. Давай, закрывай. Сейчас. Ну, вот в итоге у нас такая получилась мини-тепличка. Надеюсь, корни будут. И мы на следующий год все это пересадим. И будут у нас розы. Ну, все, будем ждать. До сбок. Заходите к нам в гости. Подсказывайте. Мы много чего не знаем. Наш участок был запущен. Ну, а сейчас вот ее восстанавливаем. Вот видите. Какая у нас зелень какая будет. Скоро горох будет. До свидания. И опять здравствуйте. И теперь посмотрите результат. Честно сказать, я подозревала, что так будет. Потому что мысля была, что сейчас лето. Это не весна. Ну, вы знаете, так женщина все красиво рассказывала. И говорила, что именно вот, чтобы в бутылках не пропались. Потому что будет жара, если бутылкой там накрывать или чем-то. Вот такую тепличку побольше. И вот результат. Теперь буду по-другому делать. Так как когда-то я делала виноград. Посмотрим, что с того варианта получится. И тогда я вам скажу. Когда лето, нет смысла. И когда вы видите красивое видео, вам показывают как. Возможно там, знаете, где люди живут и контролируют. Там, допустим, днем поднимают клеенку или тепличку. Там что, как-то открывают. Но если ты каждый день не приходишь. Вот такой вариант. Проращивание. Выращивание роз не подходит. Ну, конечно, это видео обязательно загружу. Я же говорю, подозревала. Подозревала. Ну, ничего. Время не упущено. Нарежем новых роз. И сделаем. Ну, когда уже потом покажу. Все. До свидания. Делайте выводы. Как говорится, думайте. Я тоже подумала, но решила все-таки проверить. Как я говорю, я, если что-то делаю, предлагаю людям. Я всегда перепроверяю. Показываю результаты. Честно, результат показываю. Вот такой результат. Ну, все. Буду дальше выращивать розы. Хочу, чтобы все-таки у нас были розы на дачном участке. И так, чтобы не было. Уже не смог, чтобы быть, чтобы они были одними. Смотрите, у меня нет. Уже нужно было. Продолжение следует...